В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 5-го отдела Управления уголовного розыска Главного управления ВД России по Нижегородской области был задержан 35-летний ранее судимый житель Саратовской области, который под предлогом продажи старинных наручных часов похитил нижегородцы 100 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что обвиняемый разместил в сети интернет объявление о продаже часов. На него откликнулся нижегородец. Лжи антиквар убедил покупателя перевести ему стопроцентную предоплату и после получения денег перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. В ходе комплекса оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Для его задержания нижегородские оперативники выехали в город Саратов. При обыске полицейские изъяли у задержанного банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, старинные монеты, сим-карты, оформленные на разных людей. Обвиняемый рассказал следователь, что старинных часов, которые он обещал продать покупателю, у него никогда не было. Для объявления мужчина использовал фото из интернета. Аналогичным способом используя эти технологии, фигурант уголовного дела дистанционно похитил деньги у жителя Кировской области, пообещав продать ему металлоискатель. Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Расследование продолжается. Согласно законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Полиция региона напоминает о необходимости тщательно изучить историю продавца и отзывы о нем при совершении покупок в интернет-пространстве. И рекомендует воздержаться от внесения предоплаты. Продолжение следует...